всех приветствую в этой демонстрации мы познакомимся с работой такого компонента защиты касперский point security как контроль устройств у нас почти что последний остался да и так с помощью контроля устройств можно контролировать доступ к оборудованию причем вот вы видите тут три закладочки да на закладке типа устройств можно разрешать запрещать доступ классом устройств на закладке шины обрубать доступ целиком к шинам если запрещена шина например usb но разрешенного разрешен класс устройств то у класса устройств приоритет выше да то есть если шина usb запрещена принтеры например разрешены то принтер к usb подключить можно будет ну и в общем это нормально совершенно да так по умолчанию вот вы видите устройств стоит уровень доступа зависит от шины да то есть если шина запрещена той доступ к устройству запрещен на закладке доверенные устройства мы исключаем устройство из блокировки причем можно устройство конкретное привязать к конкретному пользователю то есть для конкретного пользователя исключить конкретное устройство причем сейчас можно наконец-то исключать устройство по маскам то есть раньше можно было исключить устройство, только известное Security-центру, то есть, которое куда-то подключалось ранее, информация о котором у нас есть, то теперь можно произвольное устройство указывать. Так, ну и галочка внизу «Разрешить запрашивать временный доступ» говорит о том, что пользователю разрешено, если он не согласен с блокировкой. Правда, у него интерфейс не должен быть заблокирован. Ему разрешено запросить временный доступ. Вот он сам должен будет сгенерировать запрос, сохранить файл, передать администратору. Это мы не будем смотреть. Так, ну вот смотрите, у нас на клиентской машине PC1 есть подключенный дисковод 3-х дюймовый. Да, виртуальный, на нем есть файлик. Вот, проверяем, что есть у пользователя права на запись в него. Так, а пользователь это у нас Alex, если мне не изменяет память. Да, это Alex. Ну вот давайте что-нибудь простенькое посмотрим. Так, дискеты. А, да, для некоторых классов устройств, вот они сверху идут. Жесткие диски, съемные диски, дискеты. Да, сейчас вот, вот, где появляется изменить, да, вот видите, кнопочка изменить есть. Там, значит, можно еще права на доступ назначать. И для съемных дисков, вот это новая фича версии SP2MR1, да, можно еще и протоколирование включать. Протоколирование операций с файлами. Очень полезно. То есть уже мини-DLP фактически. Ну ладно, дискеты, да. Значит, вот как тут сейчас выглядит расписание. Да, то есть для остальных классов устройств только разрешение или запрет. А здесь еще и права на доступ можно назначать. Удаляем группу EWRI1. Давайте, давайте, добавим Алекса. И Тома. У нас там еще Том есть. Так, Алексу дадим только чтение. И добавим Тома. Так, а Тому попробуем вот так сделать. То есть две записи у нас сейчас, да, в контрольном списке доступа. У Алекса только чтение круглосуточно. Не будем мы расписаниями развлекаться. И у Тома. То есть понятно, как и в остальных компонентах, можно еще расписание указать. И у Тома никаких прав нет. Значит, обратите внимание на надпись внизу. При пересечении расписаний доступа выдаются минимальные права. То есть если так получилось, что разным группам тут разные права назначены, и произошло пересечение расписаний именно, то вполне логично, что пользователю, который является членом этих групп, выдают минимальные права. Так, также обратите внимание, что мы здесь добавили только Алекса и Тома. Больше никого. Надо не забыть сейчас проверить, какие же права получит администратор, который не является ни Алексом, ни Томом. Так, контроль устройств по умолчанию включен. Применяем. Да, на всякий случай. Я опять перестрахуюсь традиционно. Так, так, так. Да, он у меня же где-то, где-то в какой-то группе. Где-то ж в какой-то группе он у меня. Так, и пойдем проверять. Так, обратите внимание, ничего мы не перезагружали, не выходили, не входили. Да, проверим, работает уже или нет. Так, это Алекс, мы ему дали только чтение. Значит, должно открыться. Вот уже работает, пожалуйста. Да, вот она ссылочка. Запросить временный доступ. Есть, да. Так, нажмем Cancel. Давайте попробуем файлик открыть. Файлик открывается. Попробуем внести изменения. Вот, пожалуйста. Все, работает. Так, выйдем, войдем Томом. Для чистоты эксперимента сделаем логов. Войдем к другим пользователям. И администраторам попробуем. Сейчас Ранас еще проверим. То есть попробуем сейчас какое-нибудь извращение вида. Давайте запустим блокнот от имени администратора. И попробуем из этого блокнота, запущенного от имени доменного администратора, обратиться к файлику в дисководе. И посмотрим, что получится. Так. Все, прав нет. Все, пока все работает как надо. Как настроили, так и работает. Единственное, хотелось бы напомнить, на всякий случай, любые компоненты, чтобы не получилось, как у меня в веб-контроле тогда, точнее сказать, чтобы получилось именно как надо, всегда все надо проверять. Всегда все надо проверять. Прописали права, проверили. Ну, давайте попробуем запустить Notepad вот так вот сделаем. Это имени другого пользователя. И открыть файл. И отредактировать его, да. Вот, пожалуйста, не прокатило. Да. Ну, опять же, мы помним, что для администратора нет записи в девайс-контроле. Да. То есть нет прав на доступ. Давайте попробуем выйти в IT. То есть через RANAS не получилось. Мы просто проверяем, да, все возможные варианты. Нет записи для группы EvryOne, нет записи для группы администратора. Есть только Том и Алекс у нас там. И больше ничего. Так, где-то ошибся я. Администратор. Так. А, стоп. Не заметил, что он входит у нас. Пытается войти локальным администратором. Ну, вот, пожалуйста, работает. Ну, в общем, логично, да. Прав нет, значит, в контрольном списке доступа нет записи для этого пользователя. Ну, он прав и не получает. Все вроде логично получилось. Ну, вот, собственно, и все, да. А, ну, давайте попробуем от имени Алексера нас сделать. То есть уже добьем до конца. То есть мы знаем имя пользователя, пароль, у которого есть права на доступ. Пусть хотя бы чтение, да? Пусть хотя бы чтение. Нет, не открывается. То есть и через РАНОС не получается. Так, ну и последний проверка. Да, выйдем, войдем обратно. Аликсом. Поведем полностью до конца проверку. Ну, и под Аликсом работает. Все, то есть очень жестко получилось, да? Очень жестко получается. То есть только войдя в операционную систему пользователям, у которого есть права на доступ, мы эти самые права получаем. Все, ни через РАНОС не получилось, да? Ни через пользователя, у которого не назначены права, не назначены права, значит, нет прав на доступ. Все, ну а примитивная блокировка, как вы понимаете, не очень интересна, да? Работает, легко просто настраивается, имеет механизм исключения, имеет механизм запроса, временного запроса доступа к устройствам, вот, явно превосходит по функционалу подобный компонент, например, Semantic Inpoint Protection, да? То есть, пожалуйста, на здоровье пользуйтесь. Удобный компонент. Всем спасибо. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok